Заново повышение квалификации, заново всех наших медиков чуть-чуть перестроить, потому что когда у нас мы будем вводить вот эти повышения и зарплаты, и улучшим всю эту инфраструктуру, нам, конечно, там самое важное будет, как нам будут обращаться с нами наши врачи, медсестры, младший персонал. Там нам надо будет полностью тоже превратиться в совсем других людей, у которых совсем другая нагрузка, у которых совсем другое отношение и к себе, и к жизни, и прежде всего к пациентам. И тогда, если мы к этому добьемся, и через три года у нас полностью будет совсем новая система здравоохранения, с блестящими клиниками, с замечательными врачами, с уровнем обслуживания, и с понятной системой медицинского страхования, где кто за что отвечает, ну, конечно же, там мы должны будем поднапрячься, полностью решить. И если скажем мы, что мы народ, то тогда мы еще должны, конечно, взять на себя большое бремя, конечно, вот этих смертельных заболеваний, как-то какое-то страхование мы все должны, наверное, чуть побольше заплатить. Ну, всем нам, каждому гарантировать, что если вдруг у кого-то онкозаболевание, у кого-то там, ну, такое очень тяжелое заболевание, то мы все за всех платим. И тогда, конечно же, и уважение у нас друг к другу, солидарность, уважение к нашему государству, вот наше единство народа, это, конечно, все это определяет. Я это вам хочу сказать, что вы знаете, что в отличие от многих других западных стран, в Великобритании, ну, практически вот это общественное здравоохранение, национальное, НХС, национальная система здравоохранения. Вот в Америке все это платно, если ты там заболел, ты просто умер, а в Англии это совсем по-другому. И вот это, вы знаете, это у них практически национальная идея, они все молятся на это национальное здравоохранение, они гордятся тем, что вот мы британцы, если мы заболеем, за нас государство, значит, нас будет обслуживать. Так что, уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз сказать о том, что основная наша задача всего того, что мы делаем в экономике, всего того, что мы делаем по другим направлениям, это для того, чтобы наш народ чувствовал себя достойно и защищенным. И достойно он защищенным, каждый человек, мы как биологический вид можем чувствовать себя только, если мы считаем себя здоровыми и чувствуем уверенность в завтрашнем дне, если что-то случится, у нас есть куда обратиться. Поэтому ваш труд, ваша служба, она трудна, вот это очень тяжелое, но Родина вас чуть-чуть подзабыла, приняла задолженное, но сейчас мы поворачиваемся лицом и надеемся, что в ближайшие годы мы добьемся больших прорывов в этом направлении. Рахмадзискер.